итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник 12 октября и давайте посмотрим на графики евро и фунт увидим что европейская валюта после пробоя сопротивление 17 83 продолжил свою восходящую коррекцию добрысь мы до следующей цели я бы сначала это был диапазон 8 на 28 и выбраться выше этого уровня пока нам не удается и пока торговля ведется именно около этого диапазона можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции из фундаментальных факторов сказать что что-то конкретно оказало поддержку европейской валюте не приходится единственный момент на который можно сделать акцент это на то что американский президент дональд трамп если еще в средине недели он говорил что никакое обсуждение по новому пакету мер стимулирования американской экономики вестись не будет до конца выборов в президенты сша кто уже в пятницу к обеду стало известно о том что он каким-то чудом утвердил предложенный пакет стимулирования которые сейчас будут обсуждаться в конгрессе и который вполне вероятно может быть приняты в ближайшее время конечно такие новости не удивляют от президента американского но вполне вероятно что это могло позитивно повлиять на инвесторов и на покупатели рисковых активов что касается технической картины то для продолжения роста необходимо покупателям евро выбираться выше 1828 закрепление на этом уровне откроет перспективу к дальнейшему росту на 1868 и увидим обновление уже 19 фигуры 1915 здесь можно открывать короткие позиции сразу на отскок что касается продаж от 1868 здесь также можно при первом тесте посмотреть короткие позиции с целью 15 20 пунктов движение вниз думаю будет вполне возможно забрать если мы формируем ложный пробой на 1828 то можно посмотреть продажи в таком случае скорее всего пара вернется в район поддержки 1783 здесь видим сюда и средний скользящий подтягивается поэтому это достаточно крупный уровень здесь можно открывать длинные позиции сразу на отскок как минимум в расчете на 15 20 пунктов внутри дня либо на продолжение восходящей тенденции которые у нас нацелены пока на 20 фигуру что важно из экономического календаря у нас сегодня серьезно не публикуется выступают нас представители европейского центрального банка президент и цб кристин лагард выступают нас представители банка англии сам губернатор эндрю бейли и фундаментальной статистики никакой важно нас нету сша сегодня вовсе день колумба поэтому будет выходной многие рынки будут закрыты и рассчитывать на высокую волатильность ближе ко второй половине не приходится скорее всего торговля продолжится у нас вокруг уровня 18 28 и далеко от этого диапазона вряд ли мы сегодня отойдем что касается британского фунта то здесь мы также видим укрепление нового волна роста остановились мы в районе новый нового сопротивления 30 45 и теперь того пробьются ли закрепиться покупатель выше этого уровня и будет зависеть дальнейшее восходящие тенденции если мы пробиваемся первое половине а то можно открывать длинные позиции продолжения роста на 31 06 и следующий диапазон это 31 78 здесь продажи наскок как принципе продажи и от 31 06 с коррекцией 30 40 пунктов внутри дня если мы формируем ложный пробой на 30 45 возвращаемся после неудачного закрепления и обновления максимума прошлой пятницы то в таком случае можно посмотреть продажи с целью коррекции на 29 91 сюда к этому времени видим потянцы и средние скользящие которые окажут поддержку британскому фунту и проходят на здесь нижние границы но восходящего канала поэтому основная борьба будет за диапазон 29 91 здесь формирование ложного пробоя сигналы к дальнейшим покупкам фунта если активной фазы роста не начинается 21 91 то лучше отложить покупки на отскок от поддержки 29 25 всем удачи городскому фунту вот вот и вот вот